Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы «Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Укоротители стихии. Сегодня профессиональный праздник – День спасателей в России. Сотрудников МЧС честовали в городском театре. Встреча поколений. Представители депутатского корпуса поздравили ветеранов с наступающим праздником. Медикаменты для льготников. Изменился перечень аптек, отпускающих лекарства для льготных категорий граждан. Организация бесперебойной работы всех ответственных служб и ведомств, а также обеспечение всесторонней безопасности в предстоящие праздничные дни стали главными темами последнего в этом году общегородского планерного совещания, прошедшего сегодня в администрации. Совещание началось с минуты молчания в памяти погибших в авиакатастрофе на Черном море. Прошу садиться. Главный вопрос на последнем в этом году планерном совещании организация работы всех служб на новогодних праздниках. Правоохранительные органы и предприятия жизнеобеспечения будут функционировать в усиленном режиме. Ничто не должно омрачить праздник. Ожидается неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры от минус 10 до плюс 10 градусов. В сочетании с сильным параллельным ветром прогнозируется сильная осадка возможных гололедных юрдей. Поэтому прошу обеспечить дежурство ответственных специалистов в соответствии с представленными графиками, в том числе и коммунальных служб. Всеми службами сформированы аварийно-восстановительные бригады. Специалисты укомплектованы всем необходимым оборудованием и снаряжением. Как заверила первый заместитель главы города, они находятся в полной готовности и смогут оперативно отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию. Сергей Сергеев дал поручение главам сельских округов взять под контроль ситуацию в садово-огороднических товариществах. Особое внимание к состоянию трансформаторных подстанций. А в случае возникновения проблем с электричеством предусмотреть места расселения людей. Мы должны знать, сколько человек, сколько из них пенсионеров, сколько инвалидов, которые не способны сами себя отопить, сколько там детей. Всю информацию Людмила говорит, тоже надо знать об этом. И в случае экстренной ситуации, куда мы людей будем размещать. В связи со сложными погодными условиями поставлена задача не допускать выхода людей на лед. Он сегодня очень тонкий, не более 4 сантиметров. Все учреждения здравоохранения имеют необходимое количество лекарств. Детская поликлиника будет работать все праздники с 8 утра до 8 вечера. Главное, подчеркнул глава Анапы, достойно завершить год и создать все условия для хорошего праздника жителям и гостям нашего города. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондрацев подвел итоги и озвучил главные результаты 2016 года. Цитирую, важным событием для края стал международный инвестиционный форум в Сочи. Регион заключил 250 соглашений на общую сумму порядка 760 миллиардов рублей. И что самое главное, эти проекты реальны и максимально отвечают потребностям жителей территорий, на которых будут реализованы. Есть предпосылки развития в сфере туризма, где мы также отличились в этом году, приняв 15 миллионов человек. Теперь стоит задача поставить рекорд качеством. Это сложнее, но если этого не делать, то все рекорды останутся историей. Конец цитаты. Также глава региона отметила, что в сфере АПК этот год был для края по-настоящему рекордным. Впервые за последние 30 лет Кубань собрала миллион тонн риса и 14,5 миллионов тонн зерна. Рекордными оказались урожаи картофеля, свеклы, плодов и ягод. Цену за эти рекорды заплатил весь край. По мнению губернатора, это победа всех и каждого. Самые главные планы на грядущий год – сохранить и приумножить социальную стабильность в крае, сконцентрироваться на развитии промышленности и экономике региона. Пожарные и спасатели заканчивают непростой год. Главный итог – благодаря их работе удалось не допустить чрезвычайные ситуации, хотя поводы для этого были как стихийные, так и вполне рукотворные. В профессиональный праздник, День спасателя, с героями пообщались наши корреспонденты. Танец огня. В зале те, кто не понаслышке знают, насколько опасной может быть стихия. В своем праздничном обращении к спасателям глава города Сергей Сергеев заявил, что главный итог уходящего года – не допущено ни одной чрезвычайной ситуации. При этом пять раз проводились антипаводковые мероприятия, а в разгар курортного сезона произошло два серьезных возгорания. Неизвестные подожгли полигон твердых бытовых отходов в хуторе Красной. Благодаря слаженным действиям всех служб удалось избежать экологической катастрофы. Такие пожары тушить достаточно сложно, потому что в глубине мусор может продолжать тлеть. Иван Пилюгин находился в прямом смысле на острие. Менялся ветер, и находясь вот в этом дыму, в этом запахе, ну тяжеловато было находиться. Мы лично, когда мы приехали, сделали шесть входов в задымленную зону. То есть вот у нас было два звена по три человека, и мы меняли друг друга. То есть одно звено зашло, 40 минут отдышало, вот баллон закончился, поменялись, пошли другие. И так вот шесть раз подряд. Он же был в числе тех, кто не дал распространиться пожару по детскому лагерю в Витязево. Тогда загорелся один из корпусов. Специалисты говорят, что произошло короткое замыкание в зарядном устройстве для телефона. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что жертв удалось избежать, потому что сначала сработала пожарная сигнализация, а затем все службы как один. У нас очень хорошая взаимодействие с городской администрацией. У нас конструктивные отношения с муниципальными службами, с авиано-спасательными формированиями, с ЕДДС муниципального образования, с управлением ГУОЧС города. В первую очередь это предупреждение, предотвращение, а уже в последнюю очередь это работа по ликвидации последствий каких-либо происшествий, либо чрезвычайных ситуаций. В этом году пожарные отрабатывали действия при пожаре в детском лагере. Кроме того, учения проходили в детской поликлинике и на объекте водоканала. По словам Романа Константинова, все задачи, поставленные министерством, они выполнили. Улучшили техническое оснащение, но самое главное – нет потерь среди личного состава. Каждый день, просыпаясь и идя на работу, вы совершаете подвиг, потому что на самом деле вы не знаете, что вас ждет сегодня в рабочий день. Поэтому низкий вам поклон, спасибо вам огромное за вашу работу. И я вам желаю в наступающем новом году, чтобы как можно больше рабочих дней и оставались без работы эти дни, часы, чтобы у нас было меньше критических ситуаций. В этом году Иван Пелюгин стал лауреатом городского конкурса в номинации «Честь мундира». Сегодня же вручили грамоты и благодарности от мэра города. Пожарных и спасателей отметили по ведомственной линии. По традиции вспомнили тех, кто погиб, исполняя свой долг. В связи с трагическими событиями в Иркутске, когда погибло более 70 человек от отравления концентратом для ванн «Боярышник», Роспотребнадзор ввел временный запрет на продажу спирта, содержащей продукции, бытового назначения. Соответствующее постановление было подписано 26 декабря. Сотрудники Анапского Роспотребнадзора также проводят мониторинг и ведут профилактическую деятельность на территории муниципального образования. О проводимых мероприятиях рассказала исполняющая обязанности начальника территориального отдела Роспотребнадзора Анапы и Темрюкского района Елена Ландина. На территории Иркутской области произошли печальные события. Есть отравления с отспорительным исходом. А напчан города-курорта и гостей наших это не затронуло. Но Роспотребнадзором проводятся ограничения. В настоящее время проводятся неплановые мероприятия по контролю, по выявлению товаров, содержащих пищевой или непищевой продукции, недоброкачественные, с лабораторным контролем. Уже проведено 11 проверок. Отобраны пробы непищевой продукции, алкоголя, лабораторный контроль, физико-химические, токсикологические, микробиологические показатели, направленные в лабораторию, ждем результаты. Кроме того, проводится мониторинг по выявлению продуктов питания, алкогольных или непищевых продуктов, по выявлению спирсодержащих веществ более 25%. В связи с тем, что ситуация приняла масштабный такой характер, руководителям Федеральной службы Роспотребнадзора принято решение вынести на постановление о временном запрете реализации спирсодержащей непищевой продукции, содержания тилового спирта более 25%. В настоящее время мы также проводим мониторинг на 30 дней запрета. Мы направили информацию в администрацию муниципального образования на сайте. Будет она размещена хозяйствующим субъектом, будет размещена эта информация тоже. Пусть внимательно все предприниматели читают эту информацию. Кроме того, будет продолжаться мониторинг. Хочу обратить внимание жителей города-курорта Анапа, что это не распространяется на парфюмерную продукцию и на стеклоомывающую продукцию. Обращаюсь к жителям города-курорта Анапа, гостям города-курорта Анапа в связи с трагическими событиями, печальными. Не приобретайте алкогольную продукцию неизвестного качества у случайных продавцов. Помните, что есть ограничения по ценовой политике. Дешевый алкоголь опасен для жизни и здоровья населения. Изменился перечень аптек, отпускающих медикаменты, по специально установленным ценам для льготных категорий граждан. Уполномоченная аптечная сеть, которая занимается отпуском льготных медикаментов для лиц, имеющих на это право, определяется путем проведения открытого аукциона. Такой аукцион был проведен в ноябре этого года. И по итогам аукциона победителем стала аптечная сеть Анапа-формация. Ранее категории льготников, получающие медикаменты на средства из федерального бюджета, обслуживались и в этих же аптеках. А так называемые региональные льготники, для которых лекарственные препараты приобретались за счет краевого финансирования, обеспечивались в аптеках сети Фитофарм. Теперь же всех льготных категорий граждан будут обслуживать аптеки Анапа-формация. В Анапе-районе они находятся по восьми адресам. В городе на улице Горького 60, Пушкино 7, Протапово 104, Родниковое 6 и на улице Крымской возле горбольницы. А также в сельских округах Виноградном и Цебенобалке. Почти четверть миллиона пакетов документов приняли специалисты Анапского многофункционального центра. Это в полтора раза больше прошлогоднего результата. Это связано в том числе и с ростом числа услуг, которые сегодня можно получить в муниципальном казенном учреждении. В уходящем году их список увеличился на 10%. Кроме того, с начала 2016 года действует принцип экстерриториальности. Услугу может заказать гражданин из любого региона страны. Документы направляются по закрытым каналам. Таким образом, проживая в Анапе, можно, например, оформить пенсию. Городская администрация с одной стороны контролирует, а с другой реагирует на нужды учреждения, так как речь идет об удобстве горожан и гостей города-курорта. Нам постоянно идут навстречу. Если возникают вопросы в необходимости, так сказать, увеличения численности работников, персонала МФЦ, то буквально месяц назад администрация издала постановление, подписанное главой, об увеличении штатной численности сотрудников МФЦ на 5 единиц, что с 1 января будет введено в действие. То есть нам добавлено 5 дополнительных единиц в связи с расширением услуг, которые будет оказывать МФЦ, допустим, уже в 2017 году. В нашем учреждении сокращение штатной численности не проходит, а наоборот, то есть у нас штатная численность увеличивается. Потому что, скажем так, если где-то убавилось, то где-то должно прибавиться. Соответственно, то есть если услуги какие-то организации перестают осуществлять, то это добавляют все в МФЦ. Ну, в частности, допустим, услуги Федеральной налоговой службы. Сейчас приема документов как такового у них нет. Все это передано нам. Соответственно, то есть у нас надо повысить на несколько штатных единиц персонал. С 1 февраля в МФЦ будут изготавливать и обменивать водительские удостоверения. А с середины года начнут делать биометрические паспорта международного образца. И к другим темам. В сельских округах продолжают подводить итоги уходящего года. В Станице Анапской это уже стало многолетней и доброй традицией. Свои поздравления приняли ветераны войны и труда от администрации Станицы. Встреча трех поколений. На праздник были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации Анапского сельского округа и военнослужащие. Поздравления и пожелания здоровья и счастья в наступающем году прозвучали от депутатского корпуса. Мы чествуем наших ветеранов, которые сегодня проживают в Станице Анапской. Этот почетный титул ветеран многие заслужили, пройдя годы войны. Многие заслужили ветеран, трудясь по восстановлению нашего Отечества. Нелегкий путь прошли наши ветераны. И сегодня мы с удовольствием их поздравляем с наступающим Новым годом. В этом году мы подняли блок не только ветеранов войны, ветеранов-трушников тыла, которые у нас записаны в нашем совете ветеранов, которые всегда находятся под присмотром и у врачей, и у администрации, и на контроле у соцблока. Мы в этом году еще подняли ветеранов образования. Те учителя, которые переехали сюда, они были безумно нам рады, потому что мы были у них в этот день единственными гостями. Также подвел итоги уходящего года и поделился планами на будущий год председатель Совета ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов Эдуард Мавян. А сделали очень и очень много. Наш округ, Анапский сельский округ, удостоен диплома и первого места в городе-курорте Анапа. Премией 100 тысяч рублей. На этой встрече звучали песни в исполнении участников художественной самодеятельности Дома культуры, подготовивших праздничную программу. Гостями концерта стал любительский танцевальный коллектив «Супершанс», подаривший заряд положительной энергетики. А в заключении праздника Дед Мороз и Снегурочка вместе с гостями спели новогодние песни и подарили теплые праздничные пожелания. А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова